ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз добрый день, Полтава. Я нахожусь на открытом чемпионате Полтавской области по детской легкой атлетике в честь Клименко, нашего известного тренера Полтавы. Молодец. Привет. Здрасте. Как, выиграла что-то? Да. Третье место на тысячу метров. Умница, поздравляю. Молодец. Ну, вот видите, дети довольны, счастливы. Это здорово. Только... Все круто. Все круто. Мне нравится. Полтава. Ты откуда приехала? Я с Кременчуга. С Кременчуга? Да, с Кременчуга. Часто бываешь на подобном уровне соревнований? Да, часто. И часто выигрываешь? Да. Как твое впечатление от этих соревнований? Ну, мне лично понравилось. В основном, как я выступила. Молодец. Ну, я не ожидала от себя такого. Молодец. Молодец. Поздравляю. Спасибо. Ну, видите, со всей области дети приехали. Ну, призы, мягко говоря, я видел грамоты, которые вручали от области, достаточно скромные. Скрывать не буду. Оказывается, есть спонсор. Ну, я случайно сюда попал, но я видел спонсора, я видел... Это известный человек в Полтаве. Я знаю, что многие скажут о том, что сейчас происходит и что здесь делаю я. Думайте, что хотите. Реалии жизни таковы. Есть спонсор. Спонсор приобрел медали. Причем это было в скоростном режиме. Довольно быстро, в течение трех дней, по-моему, он решил этот вопрос. Ну, спасибо ему за это все равно. Спасибо тем людям, которые смогли организовать это мероприятие. Дети занимаются спортом, пусть занимаются дальше. Это хорошо. Это хорошо для Украины. Милон, 48 секунд рівно. Дарина, 45,90 секунд. За второе место находится... Я одного не пойму. Областные детские соревнования, особо в держадминистрации, никого не вижу. Может, я ошибаюсь, конечно. Может, кто-то здесь втайне присутствует. Но не вижу я. Где? Как? А детей много. А теперь вопрос. Кто? Кто должен заниматься детьми? Государство или отдельные люди? Ни депутатов, ни Соболбержадминистрации. Я не вижу никого. Получается странная коллизия. Занимаются отдельные люди. Детьми опикуются. Да что, что-то пытаются сделать, а государство в стороне. К сожалению. Алексей Николаевич, старший тренер сборной команды и области сборной команды Лубинской Дуи США. Значит, для Полтавы не иметь стадиона в областном центре – это нонсенс. Мне стыдно. Все соревнования проводятся Лубны, Гребенка. А что же в Полтаве? Когда-то в Полтаве тут блистали, и спортсмены были класснейшие. Ребята, вросли. А сейчас тренироваться за исключением манежа практически негде. Вы говорите о легкоатлетическом? Да, легкоатлетическом. Именно легкоатлет. Страдает. Девочки, а что вы их не пишете? Какой-то же киев.